На этого место встречи, если мы исходим вот из того, что сказал Андрей Владимирович, все страны Запада вот совсем скоро выступят, что они поддерживают только мирный план Зеленского, который означает капитуляция России. То есть это очевидный тупик. Какой тогда в этом смысл? На что расчет, Виктор Жозефович? Для Запада именно тупиковый вариант выгоден, так как они рассчитывают на перманентную продолжительную войну, которая приведет к военному и экономическому ослаблению России. Им все выгодно. Они очень довольны тем, что происходит. Запад не считает, что это тупик. Они рассчитывают, что совокупность дипломатических, экономических, информационных усилий приведет к политическому взрыву в России, расколу элит. Они об этом открыто говорят. Именно на это они надеются. Алексей Петрович? Я поддерживаю вот эти две точки зрения, но укажу маленький нюанс. Что вот это план Зеленского, это план США. Я уже много раз говорил, что о разоружении Европы, избавлении от европейского наследия выгодно. Все Европа сядет на американское оружие. И так как от нас нет серьезных ответов на всякие вот такие выпады, они продолжают настаивать на этом плане. Он им выгоден. Именно американцы. Да, это тупик. Но если это тупик, то по определению у них нет другого выхода. Разве что либо резкая эскалация, либо затяжная война. Других выходов у них для себя нет. Остальное они считают для себя поражением, что для них неприемлемо. Я регулярно наших зрителей зазываю в наш телеграм-канал по разным поводам посмотреть какие-то избранные места. А сегодня повод как раз прекрасный. Те, кто нашу программу включил даже пять минут назад, заметили, что у нас и внешние изменения есть, и те, кто смотрят, наверное, месяца полтора, пристально понимают, что и внутри мы чуть-чуть поменялись. В общем, мы сейчас создадим в телеграм-канале специальный пост. Приходите туда, оставляйте ваше мнение, все, что вы об этом думаете. Может быть, вы откроете нам на что-то глаза, мы обязательно все это прочитаем. Так что в телеграм-канал наш приходите, подписывайтесь, кто еще нет. Да, может, какие-то идеи у вас появятся. А в среду приходите, хотя, наверное, уже нет, в московский клуб «Магнус Локус». А так, в следующую порцию подарков привезу в субботу из Сызрани, в Сызрани, в ДК «Горизонт». Мы с вами встретимся 27 мая в ДК «Северный» в Архангельске. Ну, и очень коротко по одному из фрагментов программы навеяли. Ну, молодой человек приходит домой, встречает его девушка, которая ему так говорит, «Милый, а ты скоро станешь папой. Откуда ты знаешь? Блин, из Ватикана позвонили». Это было место встречи, которое изменить нельзя. Будни, 14.00, эфир НТВ. Всем доброго, до свидания.